во многих хоббийных мастерских а также профессиональных есть такой инструмент как сверлильный станок или попросту сверлилка в хоббийных мастерских возможно есть вот такие вот стоечки которым докупают подобные дрели и используют их как сверлильный станок а я уже себе сделал собственноручно вот такую вот сверлилочку на базе электросверлилки старой советской вот как она работает то есть как обычная мощная сверлилка у меня есть второй канал на втором канале можете посмотреть как я ее делал но вот уже заморачиваться с координационным столом уже не стало решил приобрести его в китае координационный стол может использоваться под фрезер если вам он нужен а также под сверлилку как в моем случае я хотел его использовать как фрезер то есть эту сверлилку как фрезер но есть небольшое биение патрона и для фрезера это будет немножко не то будут неточные работы но как сверлилка это вещь супер сегодня как вы поняли рассмотрим этот данный координационный стол который был мною заказом сайта banggood забегая наперёд он достоин вашего внимания стол приходит уже почти в собранном состоянии и следующие мелочи которые нужно до собрать они очень легко и просто собираются у нас значит есть шкала y или и шкала z как я понимаю может я ошибаюсь но это неважно то есть он двигается как вы понимаете в эту сторону и в эту сторону площадка сделана довольно чисто грамотно видно чистая зачистка и фрезеровка стола он сделан из алюминия данный корпус который снизу он уже сделан наверное из силу не на как я понимаю сразу хочу обратить ваше внимание на присутствие в этом координационном столе шторок которые вот видите я подвигаю нашу ось и наши шторки закрываются тут в середине находится винт который я двигаю вот который я венчу скажем так и это приводит движение этот стол но под винт может попасть стружка но в данном случае не попадет потому что у нас есть вот такие шторки вот как мы видим уже вторая шторка шторка пошла открываться и то есть полностью закрывает наш винт это очень хорошо я считаю с этой стороны у нас прыгать происходит вот так движение то есть винта внутреннего с этой стороны не видно потому что он находится снизу все как вы видите крутится очень просто легко и никакого люфта или какого-то схождения стола нету на этой плоскости присутствует шкала передвижения которую мы можем двигать куда мы захотим и вот допустим вот так вот все у нас показывается это у нас три винтика для регулировки жесткости данной площадкой чтобы она не гуляла чтобы не было люфта мы вот тут поджимаем и вот снизу поджимаем и ничего не ходит данном моменте это у меня ходит сама сверлилка то есть она у меня сейчас не жестко закреплена еще в данной части мы можем обнаружить гравировочку то есть вот выставлено 0 и уже пошли там гнать свои десятки старых версиях как я помню тут было просто пленочка в данной версии уже тут гравировка тут никаких пленочек нету и все обозначения и или лазером или каким-то другим способом тут начерчены также и на этом винтики в этой части также есть гравировочка вот мы видим нолик потом 1 25 пошла единичка 075 050 25 и нолик и вот так мы движем то есть передвигаем вот так наши плоскости оба винта у нас закрыты это очень хорошо чтобы не попадала в середину никакая стружка то есть за внутреннюю часть можно совсем не бояться потому что стружка никуда не залетит никуда не попадет и все будет с вашим координационным столом очень хорошо опять же повторюсь все вылета очень плотно очень качественно и это действительно стоящая вещь как для мастерской я уверен вот как выглядит этот координационный стол снизу то есть тут у нас винт полностью закрытый тут у нас винт открытый но под него ничего никакая стружка не должна попасть детали у нас хорошо излита как вы видите это у нас часть как я понимаю из силу мина это также из какого-то силу мина это уже из алюминия часть подходит стол как вот вот такие обычные стойки которые можно купить в магазине так и под любой сверлильный столик самодельный либо же заводской ну и давайте я установлю на этот столик тисочки и посмотрим его в работе тиски установлены можно работать также обращу ваше внимание что в комплекте идут вот такие вот зажимы это под фрезер это как в обычных больших фрезерных станках вот такой вот шестиграничек для подкрутки и регулировки два этих болта также мы можем использовать обычные вот такие вот это вроде восьмерка или десятка болт и вот так вот тут можем вставлять в эти пазы и регулировать все что нам нужно то есть регулировать и зажимать вот у меня есть вот такой вот пруток но упс что-то я не попадаю по середину перном накерняем вот у нас отверстие не отверстие а . ну и теперь подгоняем есть ну и давайте сверлить сверла конечно шикарно если что поломалась но ничего страшного у нас есть другое у меня в наличии фрезы нет и мягкого материала кроме дерева так что попробуем фрезануть дерево имеем то что имеем просто посмотрим на то как работает у нас к столик конденсионный это конечно было полное издевательство над сверлом но как-то косо криво фрезерует но это фрезеровкой тяжело назвать но в общем координационный стол грубо говоря работает нужно только нормальная фреза координационный стол штука полезная и интересная если вам нужно что-то подобное можете присмотреться ссылочки все есть в описании штука рабочая годная хорошо собранная и что очень важно можно регулировать люфты если есть какой-то где-то люфт раз подкрутили под регулировали и работаете себе дальше как вы понимаете это миниатюрный координационный стол для хоббийных мастерских повторюсь но и для профессиональных мастерских такая штука точно пригодится я думаю вы как считаете полезная штука в мастерской координационный стол или нет или возможно вы уже имеете такой или подобный и скажите как он работе в повседневном и использовании пишите ваше мнение про данный инструмент всем спасибо за просмотр и если вас интересует как я делал данную сверлилку сверлильный станок или другие гаражные самоделки лайфхаки и тому подобное переходите на мой второй канал ссылочка будет в описании буду рад каждому посетителю всем спасибо за просмотр и пока увидимся